Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Мы начинаем наш традиционный урок Торы. И кто присутствует, тот молодец. Кто присутствует, значит, тот установил время для Торы. А мы знаем, что тот, кто устанавливает время для Торы, у того все будет хорошо. Так, кто у нас? Олег Маргорен с нами. Шалом! Можа Камистарук молодец, смотрит нас из Израиля, из святого города Иерусалима. Оксана Павликова, Влад Косов. Все, все отлично. Значит, мы продолжаем. Мы продолжаем. Можешь... From New York, Елена Котин from New York. Good morning, Елена. Елена Фетисова. Алекс Чадьевич и Анна Ягов Шатадин. Да, шалом, шалом. Все. Итак, значит, мы, Таня Зуева, всем шалом. Лена Невня. Итак, все. Яков Шатадин, шалом. Мы продолжаем изучать пертей. А вот, поучение отцов. Представьте, вот были люди, были люди, которые жили там 2-3 тысячи лет назад. 2-3 тысячи лет назад. И они, эти люди, они приняли Тору от тех, которые жили до них, до них. То есть, сама Тора была получена 3 тысячи 300 лет назад. Представьте. И все это передавалось прям буква в букву, слово в слово. Шалом из Сан-Диего. Диш, Белочка из Томи. И вот, сегодня дошло до того, что Тора, Тора, вот это вот, Тора это свет. Само слово Тора это учение. Переводится слово Тора, это учение. И само слово Тора это свет. Ор. Ор это свет. И вот, вот этот свет мудрости, божественной мудрости, он докатился даже до Сан-Диего. Даже до Сан-Диего. Даже до Киева, до других городов. И сейчас вот Марк Цутерберг, которого осенил тоже свет мудрости. То есть, для того, чтобы придумать Facebook, это представьте, какое должно было быть сияние мудрости. Оно осенило Марка Цутерберга. Марк Цутерберг, он, значит, свое понимание распределил между людьми. И бах, появилась вот эта вот Facebook, целая система. Вообще. И мы сейчас сквозь эту систему светит вот этот вот изначальный свет мудрости. Сегодня мы изучаем Мишну, которую, ты можешь, кстати, открыть дверь, потому что, ну, наверху, если придут люди, предупредите. Вот сходи наверх, приду, если там открыто, и открыть вот эту входную дверь. Хорошо? Да. Значит, шалом и гудмонин из Оренбурга. Харьков на связи. Харьков рулит. Шалом из Казани. Представляете, весь мир вообще, весь мир, весь мир, можно сказать, можно сейчас охватить за буквально несколько мгновений с помощью вот этих уникальных технологических решений. И еще во времена нашей молодости, моей молодости, да, это были... Моя молодость, это был 80-й год, Олимпиада. 80-го года это была моя молодость. И вот во время, во время Олимпиады мне было уже 7 лет. То есть я уже начинал постигать житейскую мудрость, да? Начинал постигать житейскую мудрость. И вот эта вот житейская мудрость с того времени, она была, можно сказать, далека от Торы, потому что, ну, просто была какая-то мудрость, да? Каждый, у детей своя какая-то мудрость, они делятся своей мудростью. У преподавателей своя мудрость, у родителей своя мудрость. Идеологи тогда же все фильмы проверяли, да? То есть были специальные такие люди, которые проверяли все фильмы, все книги. Были люди, которые проверяли все фильмы, все книги, чтобы там было на соответствии с идеологией партии, да? То есть были люди, которые стояли у власти, у них была специальная идеология. И все, весь народ должен был думать, ну, по специальным схемам. Если эти схемы нарушались в каких-то фильмах или произведениях, то это было запрещено их выпускать на экран. Ну, естественно, что Тору было запрещено выпускать в сознание людей, потому что Тора, она дает такие вечные понятия о добре, о зле и что? Шалом из Милана, кстати, да. И поэтому власть имущие тогда идеологии, они были против Тора. Хорошо, все, все собрались, продолжаем изучать Перте. Вот, сегодня мы находимся, третья глава, четвертая мишна, предыдущая мишна была Раби Шиман Бар-Юхай, который нам сказал, что трое, которые собрались за одним столом и не говорили слов Торы, они как будто бы ели жертвоприношение мертвых. А те, которые говорили слова Торы, они как будто бы ели со стола Бога, да? То есть их стол, он превращался в стол перед Богом, как в жертвенник, да? То есть они поднимали эту еду на более высокий духовный уровень. Теперь дальше, смотрите дальше, что происходит. А дальше происходит следующее. Раби Ханина Бен Хахинай, человек с таким именем, говорят, что он был такой же, как Раби Шиман Бар-Юхай, некоторые даже говорят, что он был по уровню выше, чем Раби Шиман Бар-Юхай, есть в Талмуде такие мнения. И он, значит, говорил следующую вещь. Раби Ханина Бен Хахинай. Он говорил следующую вещь. Анеор Балайла, тот, кто не спит ночью, бодрствует ночью. Ве Аме Алэх Бадэрих Яхиди, тот, кто идет в путь один. Ве Амифане Либоли Ватала, тот, кто поворачивает свое сердце к пустоте, к пустоте. Арезе Митхаев Бен Афшо. Вот этот он ставит под удар себя, свою душу. Арезе Митхаев Бен Афшо. То есть он, он как бы, Митхаев, слово, делает себя виноватым и подставляет, получается, под удар свою душу. Давайте посмотрим, как это работает. И почему эти три вещи, они не запрещены. Это просто констатация факта, что так работает жизнь. Так работает мир. Значит, когда говорят, что Бог кого-то наказывает, он не наказывает, потому что Бог предупредил человека, как работает мир. И он сказал, вот я даю перед тобой на выбор добро и зло. Выбери добро. Выбери жизнь. То есть это выбор. Но он предупредил. То есть знаете как, когда человек смотрит, есть электрический щит. На щите написано, не трогать, убьет. То есть не трогай, не открывай, не трогать или убьет. И когда человек после этого трогает, его убивает, можно ли сказать, что то, что его убило, это наказание? Нет, это не было наказанием. Это было следствием того, следствием того, что он сделал. Понятно, да? Теперь, то есть весь этот мир, он построен по причинно-следственной связи. Это на втором этаже. На втором этаже идет. На втором этаже, значит, 220-я квартира. Вот. Теперь, значит, еще раз. Мир этот Бог сделал, он очень четко его как запрограммировал, да? Бога называют, у Всевышнего есть два основных, как бы, как его называют. Есть имя, которое нельзя произносить, юткей, вавкей, ашем, да? То есть, тот, кто был, есть и будет. Вечный, без, ну, как бы, как источник всего, да? Это, это как творчество, да? Там нет структуры, то есть, это тот, кто изначально был, да? Был, есть и будет. Ашем. Мы его называем, юткей, вавкей. Его имя записывается, но не произносится, нельзя произносить. Есть второе, как бы, обозначение, то слово, которое мы обозначаем Всевышнего, оно звучит как элотим, всесильный. То есть, всесильный, это тот, который создал структуру, создал все силы, и он этими всеми силами управляет. Но вот, вот это имя всесильный, его числовое значение, как бы числовой код, он такой же, как у слова тева. Тева, это природа. То есть, всесильный, вот этот юткей, вавкей, это то, что творчество, да, то, что вне границ, вне описаний, то, что был, есть и будет, то есть, бесконечный и так далее. Теперь вот этот вот всесильный, он создает из себя, была идея, Тора это идея мироздания, Тора это идея мироздания, и всесильный создает вот эту вот структуру, природу. Теперь природа вот этого, да, которая природа, Она построена на причинно-следственной связи, где все связано друг с другом. Знаете, есть известная штука, как бабочка там где-то крылом махнула, в другом месте мира ураган и так далее. То есть все здесь связано. Теперь сказал нам Раби Ханина Бен Хахинай, он нам сказал следующую вещь. Анор Балайла, тот он не спит ночью. И он нам сказал, смотри, вот есть у человека состояние сон и бодрствования. Есть у мира состояние день и ночь. Это разные состояния. Это разные состояния. И ночь, она для чего создана? Ночь создана для сна. То есть вот эта темнота предназначена для того, чтобы человек отключался и вырубался в сон. Теперь, когда ночь создана для сна, получается, что если человек ночью не спит, то он нарушает естественный ход мироздания. Он нарушает. То есть если ночью стемнело, спи, все, так устроено. У человека вся его система, его мозг и так далее, он настроен на то, чтобы в темноте спать. Раньше же не было ни электричества, ни телевизора, ничего. Потемнело. Чем ты займешься? Спать. То есть так приспособлено. Теперь, если человек нарушает этот ход, как бы природный ход вещей, он его нарушает. Что он будет ночью делать? Значит, если он ночью будет... И дальше, смотрите, дальше приводится вторая часть, да? Вторая часть. А тот, кто Амелех Бедерах Яхиди, он идет в путь один. Значит, вопрос. Создан ли человек для того, чтобы быть один или не создан? Человек не создан, чтобы быть один. Человек создан парным существом, то есть для размножения. И человек создан коллективным существом для коллективного существования. Так было задумано изначально, то есть есть природа вещей. Теперь, если он идет в путь один, а раньше же было идти в путь, это не как сейчас. Ты пошел в путь там, раньше человек выходит вокруг зверей, дети, соловьи разбойники, там диены, шакалы, змеи и так далее. Теперь интересно, что есть такая вещь, такая вещь интересная есть, что человек же, он выглядит как животное. Ну, как он, в принципе, такое прямоходящее животное. Но животные, они на человека иногда нападают, иногда не нападают. Но, в принципе, человек, он всех животных повыгонял. То есть он уничтожил мамонтов, он уничтожил саблезубых тигров, там почти никого не осталось. То есть человек выгнал всех этих животных, слонов выгнал на трубке курительной, он их разобрал. То есть взял большого слона, убил, чтобы из клыка у него сделать себе трубочку покурить. Это люди, маленькие прямоходящие животные, которые уничтожили всех диких. Почему они так сделали? Потому что дети и животные боятся человека. Почему дети и животные боятся человека? У человека есть образ Бога внутри, целим и лаким. И вот этот вот образ Бога, то есть вот эта божественная часть в человеке, она животных пугает. Но когда идет один человек в дорогу, может он в этот момент, он дальше идет вот эта вот очень третья важная часть. Тот, кто, а мы фанели боли ватала, тот, кто свое сердце, свое мышление, он его освобождает для пустых вещей, поворачивает на пустое. Вот идет человек в дороге один, он вообще, у него пустое от мышления, вообще там нет ничего божественного. Видит его волк, думает, ой, идет 70 килограмм мяса, сейчас я поужинаю хорошо, да? Но если их двое, то они, скорее всего, кто-то из них сейчас находится в образе Бога. Уже опасности меньше. Теперь смотрите, приводит нам Рапиханина Бенхахинай три опасных, три очень опасных состояния, в которых на человека он, как бы, получается, открывает щиток, где электричество большой разряд, его может убить. Это три очень опасных состояния. Первое состояние опасное, когда он не спит ночью. Значит, ночь, это время, когда силы зла, там всякие мазетим, есть такие вредители, все эти демоны и так далее, они ночью выходят. Это их время. Теперь дальше. Также, это первое условие, то есть, есть опасное время. Например, есть опасное время, были 90-е, опасное время. Не только ночь опасное время, вообще время может быть опасным. Но ночь, это по определению опасное время. Второе опасное условие, когда ты один. Когда вот ты один, у тебя нет жены, нет друга, ты не принадлежишь никакой группе людей. Когда ты один, то это опасное время, то есть, на тебя могут, опасное состояние. На тебя могут напасть звери, ты можешь ошибиться, никто тебя не остановит, никто тебе стакан воды не принесет и так далее. То есть, если ты один, это тоже становится опасное, как бы, ты выходишь в зону опасности. Третье, что самое опасное, это амифанели боли ватала. Тот, кто свое сердце, свое мышление освобождает и поворачивает его на пустое. Почему? Потому что, если у человека есть Тора в голове, и он думает о Боди, тогда он не один, тогда Бог с ним всегда. Как царь Давид говорил, «Гам ти и лэг бэгэй цалмавэ», даже когда я буду идти долиной смерти, «Ло и рара», ничего со мной плохого не случится, «ти а та и мади», потому что ты со мной. То есть, когда у человека в сердце, в его мышлении, оно заполнено божественной мудростью, Торой и Богом, то Тора его охраняет, Бог его охраняет. То есть, даже если он ночью занимается Торой, так оказывается вдруг, что это лучшее время для занятий Торой. То есть, говорят мудрецы, мудрецы Торы, что ночь – это время, созданное для изучения Торы. Почему? Ночью все люди спят, вот этот духовный шум, который они создают своими мыслями, он прекращается, и освобождается пространство. И ночью, если ты учишь Тору, то тебе открываются, то есть, знаете как, вот шумы все прекращаются, и у тебя есть полное ощущение связи со своей душой, с Богом. Там все, кто изучает Кабалу, они вообще только ночью изучают это, вот именно высшие разделы Торы, потому что ты, когда свое сердце наполняешь Торой, тебе не опасна ночь, она, наоборот, становится для тебя лучшим временем. Если ты идешь по дороге, даже если ты идешь один, но ты идешь и учишь Тору, как сказал царь Давид уже, кто знал лучше, как все работает, он сказал, даже если я буду идти по долине смерти, не случится со мной зла, потому что ты со мной. Но когда Бог с тобой, когда ты с ним. Значит, оп, сразу, если ты сердце поворачиваешь к Торе, ты опять из опасности, ты входишь в пространство защищенности. Но третье, оно само по себе опасно. Где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, если ты свое сердце, мифанэ либо, то есть ты его поворачиваешь на пустое, то тогда ты можешь в любой ситуации попасть в опасность, потому что если ты начинаешь делать неправильные действия, хоть это днем, хоть это ночью, хоть это в дороге, хоть это где-то, то отдача придет по-любому. А как ты знаешь, где правильно, где неправильно, Тора нам сказала, что добро, что зло, что правильно, что неправильно, как действовать в любой ситуации, если ты идешь по Торе, не случится зла, потому что Бог с тобой. И написано, что на всех своих путях познавай его, это в Мишле мы учили, на всех путях познавай его, и он выпрямит все твои дорожечки, все свои дела. И тот, у кого есть ират Ашем, страх перед Богом, а когда он включается? Когда я вспомнил о Боге, у меня сразу включается вот этот ират Ашем, страх перед Богом, значит, он выйдет из любой ситуации. То есть Бог его вытащит, то есть когда у тебя включается страх перед Богом, ты присоединяйся к этому, который юткой вовкой, который над структурой. И Бог, который создал структуру, а ты присоединился к Богу, он тебя вытаскивает, то есть ты становишься одна структурой. Это то, что Бог сказал Аврааму, кстати, он ему сказал выйти, это ночью было, Бог с ним разговаривал ночью, и он ему говорит, выйди, посмотри на звезды, посмотри на звезды, значит дело было ночью. И в этот момент Авраам посмотрел на звезды, и Бог ему сказал, что с ним будет что-то, что выходит за пределы такого структурного понимания мира. Он ему сказал, что у тебя будет ребенок, и ему было тогда 90, тогда ему было 90 уже получается, на следующий год родился, 99 лет, представляете, Бог ему говорит, у тебя будет ребенок, он говорит, какой ребенок, выйди, посмотри на звезды. И он ему говорит, что когда ты с Богом, ты выше звезд, то есть есть структура мира, а есть связь с Богом, который создал эту структуру. Вот то, что нам сказал, как мне кажется, рабе Ханина Бен Хахинай, он нам сказал, тот, кто не спит ночью, тот, кто идет в путь один, и тот, кто свое сердце освобождает для пустоты, значит, тому, тот Митхаев Бен Афшо, тот ставит под удар свою душу. И какой у нас вывод? Значит, первое, надо идти от конца. Все время, чтобы сердце было занято Торой, то есть твое мышление там все время должен присутствовать, вот эта мысль на заднем плане, там, на фоновом плане. Были такие мудрецы, они все время видели перед собой, знаете, такое, как монтаж, вот это вот имя Юткой Вавкей, они были такие вот именно цадите праведники, у них как бы все время стояли эти огненные буквы перед глазами. И они все время, как, знаете, ну, ты видишь, и даже сейчас любой человек может, ну, как бы сделать, как дополненная реальность в Фейсбуке, например, да, там усы можно себе перерисовать. То есть можно внутри себя в мышлении, если поставить имя Всевышнего, представьте, огненные буквы такие, и он все время видит, как шевите, ошемлены, где томит, всегда представляй Бога перед тобой. С этого начинается, кстати, сборник законов Шулхонору, всегда представляй Бога перед собой. Ну, а по-простому, спи ночью, рано ложись, не ходи в путь один, ходи с кем-то, или не ходи вообще в путь, если ты один, чего куда-то ходить, и учи Тору. Все, это три моих вывода сегодняшнего урока. Сделайте, пожалуйста, три своих вывода, что вы для себя поняли, что для вас открылось, что для вас стало понятным и очевидным после этого урока. Знаете как, слова Торы, это как семена, которые ложатся в почву мышления и мировосприятия человека, и дают они плоды. Вот какие плоды, какие ваши выводы вы для себя сделали, поделитесь, пожалуйста, с другими участниками урока. Наш 127 человек сейчас смотрит. Слава Богу, это очень растет наш урок, значит, приятно, что наши, вот когда мы сделали воикра, воикра, это и возвал. Как бы Бог, он все время взывает к человеку, он к человеку взывает, и у него два варианта. Или он взывает через Тору, учи, постигай, вот было сколько пророков, только послушай. Или же он с человеком начинает разговаривать, воикре, это если поменять одну буковку в этом слове, воикра, это и возвал, а воикре, эй, это и случилось. То есть, тогда он начинает с человеком разговаривать через события. И есть интересная такая история, последняя я расскажу, очень смешная история. Один человек, он, значит, заработал, он заработал какую-то большую сумму денег, ему дали наличными чемодан, целый чемодан денег, и он поднялся с этим чемоданом на крышу небоскреба, и, значит, радостный такой, ну, смотрит на город сверху с крыши этого небоскреба, и, значит, радостный, счастливый, что вот у него и деньги есть, и все хорошо, и он смотрит вниз, там люди какие-то ходят, он такой, да, вот ходите, там вообще непонятно чего. И тут вдруг он обнаруживает, что крышу заперли изнутри, и он стоит с этим чемоданом на крыше, холодно, собирается дождь, а он с чемоданом денег, и запертый на крыше небоскреб, кричать никто не слышит. Он, значит, думает, ну, как же мне вылезти с этой крыши, там всю ночь там сидеть, замерзну, холодно, все. Он, значит, думает, ладно, я берет, открываю чемодан, начинаю деньги кидать вниз. Начинают деньги кидать вниз, ветер разносит деньги, они падают, люди начинают собирать деньги, бороться за эти деньги, но, как бы, все заняты тем, чтобы собирать деньги, никто наверх не смотрит. Он опять кидает деньги, все опять собирают деньги, смысл смотреть наверх, надо собирать. Значит, и собрали деньги, ну, то есть он понимает, что сколько бы он ни кидал, люди будут просто собирать эти деньги, и наверх никто не посмотрит. Тогда он решил поменять свою стратегию. Он нашел какие-то камни, кусти, крыши начал отдирать, что-то неприятное и тяжелое. И начал кидать вниз. Когда первый раз кому-то по голове ударило камнем и куском от крыши, человек сразу поднял голову к небу и начал кричать, кто там, почему, за что, почему, что я такого сделал. И увидели сразу его и спасли. Так это метафора на то, как Бог с нами действует. Когда он нам дает деньги, здоровье, хорошие разные события, человек не поднимает голову к небу и не говорит, спасибо тебе вообще, классно, что ты мне это дал. Но как только случается что-то плохое, то человек сразу говорит, за что это мне, как, почему, что я сделал не так, как. Он начинает молиться, он начинает просить Бога. Так лучше не ждать, не ждать, пока месть Бог будет кидать в нас камешки, страдания, потому что у Бога есть, или он идет нам через добро, надо его благодарить, и надо изучать, как действовать, чтобы все было правильно, или у Бога второй выход, ваикре, и случилось, он дает нам разные неприятные события, чтобы мы задумались. Так я всем желаю, чтобы мы слышали слова Бога через пророков, а не через неприятные события. Все, удачи, успехов, всем всего хорошего, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok